Хорошо, спасибо. Тема моего доклада – библиографическая информация на страницах социальных сетей. Как быть интересными широкой аудитории. Сегодня продвижение библиотек в социальной медиа становится одним из наиболее востребованных направлений информационно-библиотечной деятельности. Библиографы достаточно активно используют социальные сети с целью рекламы и продвижения библиографической продукции. Нельзя недооценивать роль и место библиографической информации, представленное онлайн в структуре информационного современного общества. Сейчас я сделаю вам презентацию. Информационно-библиографический отдел Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки имени Лермонтова наработал достаточный опыт по продвижению библиографической информации в социальных сетях. Конечно, на сегодняшний день существует большое количество библиографических ресурсов в интернет-пространстве, но стоит отметить, что актуально и современно проиллюстрировать инновационный подход в библиографическом обслуживании способна наша группа Biblestream, которая начала свою работу в социальной сети ВКонтакте 27 августа 2019 года. С момента создания группы наблюдается постоянный рост числа посещения аккаунта и активности в нем, большое количество лайков, репостов, комментариев. На сегодняшний день число подписчиков уже превышает 4,5 тысячи. Главная цель нашего присутствия в медиапространстве – это доносить до пользователей справочную и библиографическую информацию в доступной, понятной и интересной форме, а также показать качественную информацию, которая поможет повысить уровень знаний наших подписчиков. Обеспечение постоянного функционирования группы – это многоплановая регулярная работа, включающая в себя постоянный поиск актуальных материалов, непосредственную подготовку материала к публикации поста, оперативное реагирование на сообщения и комментарии, совершенствование и развитие группы. Наше библиосообщество выделяет индивидуальный стиль подачи информации, что вывело нашу деятельность в библиотеке на новый современный уровень. Мы стараемся своевременно размещать в открытом доступе информационно-библиографические ресурсы и предоставлять онлайн-услуги, создавая в их удобном и привлекательном для современных пользователей формате. Это в первую очередь способствует литературному, культурному, интеллигентному, интеллектуальному развитию публики, а также привлекает внимание к библиотечному делу в целом. Все наши публикации делятся условно на четыре группы, такие как популяризация фонда, виртуальная справочная помощь, тематические материалы и интерактивный контент. Основа наших публикаций – раскрытие содержания книжного фонда нашей библиотеки. Ведь фонд – это тот фундамент, на котором строится вся наша работа. Среди пользователей Библстрима востребованы рубрики «Книга с полки», «Загляните в словари», «Открытая энциклопедия». С недавнего времени большой популярностью пользуются короткие, до трех минут видеоролики, библиографический репортаж, где каждый отдельный выпуск посвящен обзору одной книги из фонда библиотеки. Отрадно, что справочное информирование читателей в эпоху сетевых технологий трансформировалось в виртуальную справочную службу и стало доступным для удаленных пользователей. Несмотря на то, что люди зачастую приходят в социальную сеть за общением и часто сказываются на страницах на отвлеченные темы, мы стараемся не забывать о том, что основная обязанность библиографа – найти и предоставить информацию. Поэтому на главной странице группы «Библстрим» в меню закреплен раздел «Вопрос-ответ», куда каждый может обратиться с вопросом по определенной теме и получить адресные и фактографические уточняющие сведения по всем отраслям знаний. Основные составляющие обслуживания – это профессионализм поиска информации, ее качество и достоверность. Наряду с этим наполняют медиасообщества разнообразные тематические публикации, показывающие большую вовлеченность аудитории. К информации для широкого круга пользователей можно отнести рубрики «Лид-обзор», «Пять книг, которые стоит прочитать», «Цитата дня», «Извольте изъясняться по-русски» и другие. А ресурсы, адресованные непосредственно библиотечным работникам – это блокнот библиотекаря, новости культуры, профессиональное чтение и актуальные в сети. Главное правило подбора такой информации для этих разделов – объективность и непровокационность. Интерактивный контент. Такой, как опросы, голосования, тесты, конкурсы, находит большой положительный отклик у участников группы. В определенные дни недели появляются рубрики «Книга в кадре», «Справочник», «Занимательная библиография», «Библиографические прятки». Эти легкие развлекательные посты вызывают у подписчиков интерес и желание поучаствовать в жизни группы, интересоваться новостями, связанными с библиотекой, и не оставаться в стороне. Стремясь быть ближе к нашим подписчикам, мы отформили постоянную рубрику «Будни библиографа», где предоставляем немного личной информации о сотрудниках отдела. Например, почему они выбрали именно эту профессию. Раскрываем тайны нашей внутренней работы, показываем, как выполняются справки, как мы работаем в автоматизированной информационной библиотечной системе. И хотелось бы подчеркнуть, что эти публикации всегда имеют большое количество просмотров, так как считаем, что пользователям комфортнее от того, что за учреждением они видят реальных людей. В период пандемии 2020 года была успешно реализована идея по наполнению контента группы видеоматериалами. До этого момента на странице библстрима не были представлены видеоролики. И проанализировав работу коллег, мы пришли к выводу, что прямые трансляции ВКонтакте набирают большое количество просмотров. Поэтому, стремясь поделиться тематическими и полезными материалами среди своих подписчиков, была разработана онлайн-серия спецобзоров «Дежурный библиограф». По своей сути, это библиографический обзор профессиональной прессы, презентация пособий и методических рекомендаций для библиотечных специалистов. В 2020 году прошли 12 выпусков «Дежурного библиографа», количество просмотров которых варьируется от 300 до 1500. По времени все выпуски длятся не дольше 15 минут, так как считаем, что это самое оптимальное время, чтобы не утомить и удерживать внимание зрителей. В 2021 году нами был запущен ежемесячный онлайн-обзор литературных журналов «Нескучные толстячки», который знакомит зрителей с феноменом российской литературной жизни толстыми литературными журналами. Эти эфиры интересны не только профессионалам библиотечного дела, но и всем любителям современной прозы. На данный момент уже были проведены 4 эфира, где количество просмотров начинается с 1000. Говоря о видеоконтенте, нельзя не упомянуть и новый формат работы с аудиторией, который мы начали использовать. Это цикл онлайн-бесед с интересными людьми. Разрешите вам представить. Среди приглашенных писателей, коллекционеры, фотографы, видеографы, семейные психологи, общественные деятели и также коллеги-библиографы. Гости эфира в формате стори-теллинга рассказывают о своих профессиональных интересах, находках, идеях, а также отвечают на вопросы зрителей. Дополняют видеоконтент ролики, оформленные к акциям, в которых участвует отдел. Например, читаем Пушкина, поэзии Едины, Ставрополье в Лидцах, поэтические открытки к годовщине Великой Победы, мы не забудем никогда к Международному дню родного языка. Помимо этого, в прямом эфире в период пандемии коронавируса COVID-19 к Общероссийскому дню библиотек на странице группы Библстрим была проведена ознакомительная онлайн-экскурсия «Следуй за мной» по всем отделам краевой библиотеки имени Лермонтова. И этот наш опыт нашел отражение в эфире местного телевидения «Свое ТВ» эфир от 27 мая 2020 года. Многие библиотеки уже поучаствовали в сетевых акциях, которые прочно вошли в жизнь библиотекарей. И вот такая работа, она, конечно, позволяет представить лучшие практики использования цифровых инструментов в продвижении чтения. И после того, как наш отдел поучаствовал в нескольких флешмобах, мы решили не останавливаться на этом и стали инициаторами своих собственных библиотечных акций. С целью развития интеллектуального и познавательного потенциала пользователей, умения быстро и качественно находить нужную информацию в поисковых системах интернет, нами была запущена интеллектуальная сетевая акция «Викторина Библио-Ай-Кью». Начало акции совпало с началом самоизоляции, что было очень кстати для интеллектуального досуга в домашней обстановке. Участникам нужно было правильно ответить на 30 вопросов библиотечной тематики, которые появлялись ежедневно в течение месяца. По итогам было у нас выделено 21 победитель, который мы наградили дипломами. Большое количество положительных отзывов побудило организовать нас еще одну акцию, которую мы приурочили к Общероссийскому дню библиотек. Это межрегиональная сетевая акция «Библиотекарь век за веком остается с человеком». По условиям акции участникам нужно было найти образы библиотек и библиотекарей в мировой литературе и разместить на своей странице в социальной сети ВКонтакте отрывок из самостоятельно выбранного произведения с указанием его автора и названия. В акции приняли участие 193 участника из всех уголков нашей страны. Благодаря проводимым флешмобам количество подписчиков нашей группы ощутимо увеличилось. Наработанный опыт не дает останавливаться на достигнутом и постоянно подталкивает к поискам интересных рубрик, необычного материала для наполнения страницы. Правильно подобранная, оформленная, размещенная в социальных сетях библиографическая информация помогает библиотекам приобрести новых, благодарных читателей, как реальных, так и виртуальных. Ну и немного внимания хотелось бы уделить кардинально противоположной соцсети ВКонтакте, медиапространству Инстаграм, где также есть наш аккаунт библиографической направленности с тем же названием Библстрим. На сегодняшний день Инстаграм – самая популярная социальная фотосеть с огромным количеством пользователей со всего мира и активной всесторонней рекламе справочно-библиографического фонда библиотеки способствует три главных рубрики, которые мы оформили. Это «Открытая энциклопедия», «Загляните в словари» и «Журнал вам в руки». где ежедневно публикуются короткие информативные посты с одноименными уникальными хэштегами. Стараемся не перегружать их информации, так как Инстаграм – это в первую очередь картинка, которая играет важную роль и должна цеплять взгляд и вызывать желание ознакомиться с материалом. Преподносимый материал публикуется с некоторой недосказанностью или с прямым вопросом в конце для того, чтобы читатель захотел узнать что-нибудь в дополнение к данной теме или поделиться своим мнением. И в заключении хотелось бы сказать, создавая контент в медиапространстве не стоит забывать главное – работа библиографа требует высокого профессионализма, поиска новых и креативных форм представления информации пользователям, ведь от уровня информационного и библиографического обслуживания зависит имидж библиотеки в обществе, а также общественное мнение об ее полезности и необходимости. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание.